18 мая отмечается Международный день музеев. Наш регион истории был местом вдохновения для целой плеяды знаменитых живописцев. В праздничную дату в Верхневолжье стартует целый ряд культурных проектов и мероприятий. Так, в Тверской областной картинной галерее состоялось торжественное открытие уникальной выставки картин «Передвижники. Русское искусство. 19-го начала 20-го веков». На мероприятии присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Подробности у нашего корреспондента. Все картины, которые представлены на выставке, это подлинники. Всего более 40 экспонатов. Их собирали из различных частных коллекций. А теперь они представлены в Тверской областной картинной галерее. Выставка посвящена трем периодам деятельности «Товарищества передвижников» и его влиянию на развитие русского национального искусства. Это исторические полотна Василия Сурикова и Виктора Васнецова, портреты Ильи Репина и Ивана Крамского, пейзажи Ивана Шишкина и Алексея Саврасова. «Здесь есть работы отцов-основателей, Крамской, Клод, Боголюбов, Саврасов, крупные титаны русской школы живописи. Кроме этого, мы показываем прекрасную работу Репина, Васнецовых братьев обоих. Здесь у нас на одной стене находится антология русского пейзажа, которая ведет свое начало от Саврасова». Товарищество передвижных художественных выставок – крупнейшее творческое объединение российских художников, возникшее в последний третий 19 века и просуществовавшее до 1923 года. В экспозиции представлена картина, непосредственно выставлявшаяся на передвижных выставках. «Любители искусства имеют возможность увидеть их воочию и притронуться, почувствовать атмосферу, этот воздух, искусство непосредственно подлинников». Авторов представленных полотен знает практически каждый еще со школьных времен. Однако главная уникальность выставки в том, что жители Верхневолжья впервые смогут увидеть экспозицию русских художников-передвижников и познакомиться с картинами, неэкспонируемыми в государственных музеях. Выставку организовали Тверская областная галерея вместе с Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров. «На протяжении вот этих последних 7-8 лет, когда мы делаем региональную программу «Большое искусство Большой России», видя вот такую позитивную реакцию, позитивную, музеев, публики, которые приходят на эти, все мотивированы. То есть все хотят внести свой вклад вот в эту такую просветительскую деятельность. И, в общем, нам удается собрать совершенно разного формата выставки». Часть полотен была написана на Тверской земле, в том числе всемирно известная картина Исаака Левитана «Над вечным покоем», этюд, который можно увидеть на выставке. Также представлены работы русского импрессиониста Семена Никифорова, уроженца Кашинского уезда Тверской губернии. Он был одним из немногих иностранных художников, чья картина в 1911 году была отобрана на Всемирной выставке в Италии для Национальной галереи в Риме. «Прежде всего хотел бы поблагодарить людей, которые являются настоящими патриотами российского и русского искусства, которые присутствуют здесь, это те организаторы выставки. Мы, живя и работая на Тверской земле, в самом центре России, сегодня на этих картинах видим сюжеты более вековой истории, которые изображены на этих прекрасных картинах и наша река Волга, и наш Удомельский район, и просторы Центральной России». Для посещения выставка будет открыта с 19 мая по 28 августа. Билеты на выставку можно приобрести в кассе или на официальном сайте Тверской картинной галереи. Продолжение следует...